Власти Ирана заявили, что пересмотрят закон об обязательном ношении хиджаба. Такое решение – результат двухмесячных протестов, связанных с дресс-кодом для женщин, который обязывает их покрывать голову в общественных местах. И парламент, и судебные органы работают над этим вопросом, сказал генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Мантазири. Однако, что именно и в какую сторону планируют изменить власти, он не сообщил. Других новостей можно будет ждать через неделю или две, когда аналитическая группа подготовит свой доклад, подчеркнул генпрокурор. В Иране обязанность женщины носить хиджаб закреплена законодательно с 1983 года. Однако консенсуса по этому вопросу в стране нет. Между консервативными и реформистскими кругами идет дискуссия. Первые настаивают, что хиджаб должен быть обязательным, вторые предлагают предоставить женщинам право самим выбирать, покрывать им голову или нет. В сентябре главная реформистская партия Ирана уже предлагала отменить закон об обязательном ношении хиджаба. Протесты женщин в Иране начались 16 сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Она, вероятно, погибла в результате полицейского насилия после того, как надзирательный патруль или полиция нравов задержал ее за неправильно надетый хиджаб. 4 декабря генпрокурор Мантазири сообщил о распуске полиции нравов, конфликт с которой привел к смерти Амини. Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием, добавил генпрокурор. По официальной информации, в ходе протестов погибли почти 200 человек. Правозащитники утверждают, что были убиты не менее 469 протестующих, включая 64 несовершеннолетних.